Всем привет! Сегодня у нас будет немножко болтологическое видео. Отвечу на очень популярный задаваемый вопрос. Откровенно, как оно есть, ничего от вас скрывать не буду. Очень часто я стала этот вопрос встречать в комментариях, наверное, потому что приходят новенькие подписчики. Все новенькие, мой большой привет! Но иногда этот вопрос мне задают мужчины, что меня вот честно вводит в ступор. Это как-то странно. Почему мужчина-то может интересовать? Но сейчас обо всем поподробнее. Вопрос такой, почему ты не показываешь своего мужа? Почему нет совместных видео? Либо мне прям в основном, что мне не нравится, конечно, в приказном тоне, мне пишут, что сними видео со своим мужем, покажи фотографии, почему ты не покажешь своего мужа? Ты что-то такой за блогер вообще, прикиньте? Разве это нормально? Мне кажется, что контент, который я создаю, контент это видео, темы каких-то видео, я решаю, чтобы мне показывать на моем канале. Как ни крути, подписчик здесь гость, и он либо смотрит, либо нет. Нравится ему то, что я показываю, либо не нравится. А в приказном тоне манипулировать, пытаться и приказывать что-то делать, ну это вообще не вариант, не комильфо, и я таких людей в основном блокирую. И мне такие подписчики не нужны, которые относятся ко мне неуважительно, к моей частной личной жизни, к примеру, потому что я к своим подписчикам отношусь уважительно, никакой не в хамамитой форме, отвечаю на ваши комментарии. Если вам нужны какие-то темы видео, я иду на встречу, снимаю о том, что вам интересно. То есть мы с вами все равно взаимодействуем. Очень мне смешной недавно комментарий был, я вот честно не ожидала от мужчины такое, слышите, просто я смеялась. Я этот комментарий показывала муж, муж у меня просто ржал, честно говоря. Не смеялся, а прям ржал. Он взахлеб, мы с ним вместе хохотали, и он говорит, господи, говорит, ладно, женщины, мой мужского, говорит, ладно, я понимаю, женщины, натура женская, сплетни, интересы или еще что-то, но мужчина, ладно, смотрит женский канал, тема может. У меня есть темы нейтральные, не только женские. Мужчины меня, кстати, немало смотрят, у меня практически где-то 40%, представляете, подписчиков мужчин идет по статистике. Я понимаю, темы такие общие, да, идут, но, блин, когда такое спрашивает мужчина, комментарий, я уже дословно не помню, но он был реально смешной. Почему ты не показываешь своего мужа? Или почему нет совместных видео с мужем? Тут же все под одним видео. Покажи своего мужа. Я так надеялась, что в этом видео будет твой муж. Я пишу ответ. Мой муж, семья, это моя частная жизнь, частная личная, да, какая-то информация. Не считаю нужным показывать. У меня все в порядке. С мужем моим тоже все в порядке. Он умеется, не переживайте, но я не собираюсь его по вашей просьбе показывать. И ответ. Мужчина. Это не фейк какой-то, действительно, мужчина. Там нормальная страница у него, Google+, есть все дела. Мужчина средних лет, там немолодой какой-то дурной мальчик, взрослый наоборот. Ну, видимо, развитие его мозга и кругозор, как бы, говорит сам за себя. Ответ. Ну, все с тобой понятно. У тебя старый, старый, толстый, богатый муж, какой-нибудь директор отеля, которого тебе просто стремно показать, потому что показывать там даже нечего. Все с тобой понятно, Наташка. Мы так смеялись с мужем, мы просто хохотали. Во-первых, какие стереотипы у человека в голове? И если он считает, что старый, толстый, страшный, это вот то, что показывать нельзя, то есть физиономию, да, человека, то есть это какой-то, я не знаю, то, что старые, толстые люди, они вообще как бы недостойны внимания, получается, под его логики. Я не знаю просто, как это еще назвать. И то, что показывать, то там нечего. Но если вы сказали, что он богатый директор какого-то отеля, да мне кажется, наоборот, можно показывать и не стесняться. Что здесь такого? Ну, какой есть достался, с какой физиономией, зато директор отеля может похвастаться, если бы хотелось хвастаться. Ну, это меня вообще просто в ступор вгнало. Он хохотал, наверное, дня два над этим. Самое, конечно, смешное, что это мужчина написала. Женщины я понять как-то могу, потому что многие, скажем так, пытаются найти какой-то изъян в блогере. Что-то у тебя все-таки плохое должно быть, но не бывает так идеально. Вот должны быть какие-то проблемы, вот надо что-то найти. Мужа не показывай, там мужа нет. Да я точно говорю, мужа у нее нет. А вообще она не в Турции живет. Такое тоже встречается, или там какой-то старый, толстый, страшный, все в таком роде. И знаете, просто мое личное мнение, да? Я не показываю свою свекровь, мужа, братьев, двоюродных кузенов и кузины, все прочее. Они в видео мелькают периодически, но я об этом не говорю, не указываю вам. Бывают моменты, которые просто я там как-то в силу видео не могу вырезать, где-то они встречаются все равно. Но я это никогда не акцентирую, да? Почему я не показываю? Потому что зачем? Это моя личная жизнь, она касается только меня. Я не хочу... Честно скажу, вот по чесноку. Есть блогеры, которые наоборот в кадр пихают своих детей, своих мужей для того, чтобы заработать просмотр, чтобы пришли подписчики. Потому что, естественно, всем интересно поковыряться в грязном белье, всем интересно подсмотреть в замочную скважину, всем интересно что-то узнать того, что-то скрытого, да, тайного. И люди этим пользуются. И очень много блогеров так поступают. Например, скучные, занудные какие-то видео, но она родила ребенка, пихает его в кадр, и он, знаете, у нее расскажи то, покажи это. То есть на ребенке пытаются как-то создать контент, да, заработать денег в итоге. Ну, например, на рекламе или еще на чем-то. Или показывают мужа, которого зачем? Ну, муж он ему, и что? Это, конечно, от тематики канала зависит. Вот я скажу, что моя тематика канала, мой канал о моей жизни, адаптации в Турции как в стране. Что я здесь узнаю? Что, как моя жизнь протекает? Делюсь информацией с вами. Пытаюсь что-то полезное сделать для тех, кто вновь прибывший, либо планирует, либо просто интересуется Турцией. Даже как турист, так какие-то туристические темы возникают. Есть категория сплетников людей, которым хлебом не кормить, да, где-то поковыряться, что-то попридумывать, где-то поискать, чего нет на самом деле. Ну, я не иду на поводу таких людей. Кому-то что-то показывать, и это повод доказывать, говорит о том, что я живу тихо, радуюсь своей личной счастливой жизнью, по-пу-пу, постучу по дереву, у меня все прекрасно. Для того, чтобы поднимать свою самооценку, либо рейтинги канала, просмотры делать, мне не нужно для этого показывать своего мужа, либо каких-то членов своей семьи или еще чего-то. Семейный какой-то контент с детьми, с мужьями, с родственниками, влогового такого формата, когда человек показывает все, это другой контент, другой формат вообще канала. Для этого нужно открывать другой канал, не тот, который у меня есть, например, на самом деле сейчас. И очень часто говорили или пишут, писали в комментариях мне, да тебе просто похвастаться нечем. Вот и все, ну как вот этот мужчина написал. Нет, представляете, у меня все в порядке с моим мужем, он у меня высокий, красивый, приятный мужчина, образованный, культурный, интеллигентный, с ним все в порядке. Как бы вообще никаких проблем нет. Но я не считаю нужным показывать его видео, потому что я не хочу на нем зарабатывать. И когда говорят «покажи», у меня, знаете, вот эта сама фраза «покажи мужа», «покажи свекровь» у меня как-то было, «покажи, покажи», «покажи своих там близких каких-то родственников», когда такое пишут. Мне хочется всегда, может быть это грубо, но у меня реально в голове автоматически срабатывает, хочется ответить. Они не зверьки, они не сотрудники цирка, не животные, чтобы на арене цирка их показывать, понимаете? Это люди. У них есть свое желание, например. Кто-то хочет показывать себя, кто-то нет. В основном они у меня, конечно, к YouTube нейтрально настроены, и никаких проблем он YouTube не вызывает, и то, что я видео рядом с ними, там влоги или еще что-то с ним, вообще никаких проблем нет. Но зачем? Это не та категория людей, не та семья, скажем тогда, которые хотят выставлять на всеобщее обозрение себя. Надеюсь, я ответила каким-то образом на этот вопрос, пояснила свою точку зрения, на которой я стою, объяснила свое поведение, поэтому видео с мужем не ждите, или каких-то фотографий, доказательств, что он у тебя есть. Это вообще меня очень прикалывает, когда, да у тебя его просто нет, вот и все понятно, да вообще она не в Турции живет. Ну, это просто верх маразма и глупости. Такие люди, блин, думаешь, вообще у своей личной жизни нет. Вот честно, когда мне пишут, я имею в виду, когда нормально спросят, это нормально, можно ответить, человек новенький на канале, вообще без проблем. Но когда это со злостью какой-то пишется, я с подкулупанием каким-то, чтобы что-то выяснить, типа скрытая тайная, чего на самом деле нет, мне всегда интересно, почему мне нет никакого дела до того, кто ваш муж, как он выглядит, почему я не прошу вас его показать, вывести на арену цирка, почему мне нет интереса. А я знаю, почему, и отвечу на этот вопрос, потому что у меня в моей личной жизни все в порядке, у меня нет дела и интереса до других людей. Я занята своим окружением, своей жизнью, своим построением быта, я на это трачу силы, мне это интересно. А что там у кого, где происходит, у меня вообще никаких, скажем так, нет, я не знаю, даже мысли об этом просто у меня не возникает, у меня вообще никакого дела нет. До какого-то там блогера, если я смотрю, как у нее муж выглядит, что, зачем, я смотрю конкретно блогера, информацию, которую он дает, мне нет желания узнать чего-то больше, позволяет человеку это увидеть, окей, мне этого достаточно, если мне этого недостаточно, я перестану просто смотреть или сделаю какие-то свои выводы. Но лезть и подковыривать, узнавать то, чего нет на самом деле, скорее всего, или вкладывать смысл, которого нет, я никогда не буду. Что, господи, это говорит о том, что о какой-то незрелости личности, незрелом, ненормальном, нездоровом интересе, это вообще как-то странно, честно говоря. А вот, кстати, фраза из разряда, ну ты же блогер, ты же снимаешь видео, показываешь себя, надо быть готовой к тому, что у тебя будет вот такой вот план, вопросы. Это нормально, люди интересуются. Я, знаете, такой цикличный сделаем сюжет, возвращаюсь к началу этого видео, чтобы его закончить, и скажу вам то, что на канале контент создаю я, правила какие-то, да, и что показывать тоже я решаю. Поэтому этой информации и нет на канале, потому что я решаю, что ее не будет. Соответственно, да, я снимаю видео, я показываю себя, канал обо мне, о моей жизни в Турции, но не о моей семье, либо о моем муже, о моей свекрови или еще ком-то. Вот и все. Ответ очень простой. Надеюсь, я вас повеселила сейчас, вы улыбнулись, выпили кофейку со мной, вместе посмеялись. Я буду ждать от вас, кстати, комментариев. Потому что я думаю, что, ну, так как у меня канал, да, мне эти вопросы задают, но по-любому, если вы не выставляете в социальных сетях свою личную жизнь на показ, ваши какие-то старые знакомые, друзья с родины, они по-любому тоже вам задают вопросы, а где фотографии с мужем, а почему ты не фотографируешь, а что тут?